Дождь Облава на детей была, в буквальном смысле облава. И всех выгоняли на улице. И там на улице отпирали. Начиная от восьми лет и старше. Всех отпирали. Огромная тоска. Она просто меня уничтожала. Тоска по дому, по семье. Ну как я могу простить? Я бы хотела, может быть. Но это моя жизнь сломанная. Антонов! Антонов! Антонова! Готча! Майорти! Вазилков! Рибакова! Подằngрендо! Кондачо! Комендо! Шубья! Ноч studio! ПокPlease! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Марат Кузнецов рос в обычной семье, в семье молодых специалистов, окончивших институты, в семье молодых коммунистов, веривших в непогрешимость и непобедимость советского строя. Две страсти объединяли отца и сына. Каждый был неистовым книгачеем, и каждый старался регулярно вести свои дневниковые записи. Субтитры сделал DimaTorzok Так вот, июнь месяц 41-го года, вообще-то я, я, ясно, такой месяц, и привезли нас в пионерные отрасли. По воскресеньям родители приезжали и привезли подарки и обращения, и делили свои впечатлениями, как здесь хорошо и прекрасно. Субтитры сделал DimaTorzok Наконец, 22-го июня, воскресенье, последнее, остается два дня до закрытия пионер-лайвера. Родители, как всегда, приезжают, но не видно было, что мы очень уж такие обеспокоенные взволнованы, потому что у всех, кто устал, было, что вот они на нас полезли, мы им покажем, бюджетками забросаем. Ну и мы расстались, в общем-то, не думая, что это будет расставание, 4 года или 4 месяца. А через несколько дней фашисты были уже в Минске. Пионерский лагерь быстро превратился в запущенный детский дом, который погрузился в голод, в шивость, в чесотку, в котором царствовали тоска и безысходность. Летом 42-го года, когда немцы себе обрабывали до раздых, как я полагаю, на место отдыха своего, нас погребили в Сашидский городок, то есть вот сюда. И мы ожидаем, что здесь, наверное, нам будет полегче прибыть и кормить, будет лучше, и условия будут лучше. Ну и там уже нас ожидала столовая, там прямая столовая, вот здесь сейчас, эти камеры, там деревянная столовая стояла. Мы справили прямо к столовой. Им хотелось, что каждое такое посещение немецкого начальства сможет как-то улучшить их жизнь. Они не знали, что уже стали заложниками страшной бесчеловечной программы, осуществление которой полным ходом разворачивалось на территории Беларуси и других оккупированных восточных территориях. Мне на секунду нет сомнения в том, что на оккупированных территориях, которые мы контролируем в настоящее время, мы заставим обработать на нас всех, до последнего человека. Из речи Гитлера 9 ноября 1941 года. Уже в начале 1942 года началась кампания по вербовке и вывозу населения из оккупированных восточных территорий на работы в Германии. В попытке организовать массовый выезд добровольцев потерпели крах. И тогда генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы, гауляйтер Фридс Саукель, отдает распоряжение о насильственной трудовой мобилизации. Целью этой новой гигантской мобилизации рабочей силы является использование богатейших и огромнейших источников, завоеванных для нас нашими вооруженными силами. Если нам не удастся получить необходимое количество рабочей силы на убровольных началах, тогда мы должны немедленно вести мобилизацию или принудительный труд. Генеральный комиссар Генерального округа Беларуси гауляйтер Кубе любил позировать перед камерой, изображая свою лояльность к белорусским людям, особенно когда все было тщательно отрепетировано. Германию на работу, на отечественный трудовой фронт. Таков новый мозг всех освобожден от башевизма. И тысячи людей, мужчины, женщины, взрослые и юноши добровольно откликаются от трудовой мобилизации. До свидания, мам. Не беспокойся обо мне. Биши почаще. Это Галина Кучеренко. Она добровольно, с радостью откликнулась на трудовой мобилизации. С радостным сердцем в путь дорог. Настоящая жизнь давала другие сюжеты, которые не входили в пропагандистские фильмы. Шла весна 1944 года. Ну и здесь внизу уже стоял автобус, специально за нами приехавший. Нас отобрали, человек 35, этот автобус посадили. Сказали мне, вы везете новый детский дом. Так и распрощался с этим. Это было трагически дважды и трижды. Потому что было чувствовать, что Красная Армия обнижается. Что скоро нас освободят. Что скоро этот кошмар кончится. Когда нас уже посадили под вороны и подвезли с первыми тактами колеса, это было нечто ужасное. Почти все зарыли соломой и рыдали. Рыдали от тихого какого-то улыбца. Куда же нас везут? Казалось бы, какие-то романтические мыстрели должны быть в отпуску другую страну. Но приеду по электропе. Никакого интереса, никакого любопытства. Только страх и ужас. Это было в апреле 42-го года. Я попал в облаку. Тогда я еще не знал, что немцы охотятся и за такими детьми, как я. Нам было от 14 до 16. Мы шли вдоль улицы, постоянно озираясь по сторонам в надежде удрать. Быстрее, 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 подгоняли нас конвоиры. В комнате стояли двое мужчин в серо-зеленой униформе, на руках повязка со свастикой. Третий хлопнул меня по плечам. Ходит, едешь в Германию. Ну, в общем, конечно, здесь полно битком набиты были. Здесь был и туалет, и все в огоне. Никакой, куда-то, куда-то, что ли. Только очень помню, что моя мама крепко плакала. Так уже плакала, крепко кричала, что куда нас, деточки, куда я с вами с такими маленькими. Я была два годика только, мне было шесть, что я буду делать, куда мы едем. Вот такая шумиха, понимаете, все кричали. Там ужас что-то было, конечно. Сидели один на другом. Как набито селедки было. У Граева, вот когда мы прыгнули, у Граева, да, вагон подошел, поезд подошел прямо к лагерингу. И нас заставили раздеться на голову и гнали через длинный коридор. Все мужчины, женщины и дети, все моются и под этим душем. Это было ужасно. Нас распределили по партии и по партии развозили по разным городам немцам. Немцы продавали этих малолетних работ по одиночке партиями. Нас привезли в небольшой городок Муста. Их лагерь состоял из нескольких десятков длинных деревянных бараков, обнесенных колючей проволокой, без охраны, с клубом, кинозалом, парикмаферской и пивбаром. Здесь жили и исполняли трудовую повинность выходцы из разных стран. Поляки, французы, вендры, голландцы. Но территория Остербайтеров, где размещались белорусы и украинцы, была обнесена дополнительной колючкой, и условия существования там были совсем иные. Русские рабочие работницы окружены внимательно. При лагере светлой комнаты общежития. В мужском баране свободное время проводят по-разному. Кто читает, кто рисует, а кто изучает немецкий язык. И утром следующего дня, свежие и отлюбшие, засучив лукава, наши ребята встали на свое почетное место за свои трудовые станки, чтобы все свои знания, всю энергию отдать делу окончательного освобождения и смело народу от большевизма и восстановлению подставленными Гитлера-освободителя скорейшего мира и прятка во всей Европе. Первое место в Союзе. Интернет-велорус! Органшер! Встреч? 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 Встреч! Домиша, верновайсь! Супер, в Dinner! Встреч! Встреч? 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 Я не выдержал первое время, работал так и меня, грустно сошла, обморок папа. Условия были не раз вихраны, в камере по ландабе, 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 ландабе. Нас поднимали у полпятка, у пяти вырослали, у шесть часов мы должны были стоять в штатках, и вот с шести часов, начиная, и до шести, уже и заканчивали работу. Время! Марата Кубин, хозяин лесопильного запада, лидер местной фашистской организации по фамилии Мюллер, составлявший гостарбайтеров по выходным дням работать на своей усадьбе. И однажды я прохожу в его заводовое управление, и старый человек полагался, которому уже более семидесяти лет кушал петерброд, и как завораженный остановился, и смотрю, как этот человек кушает что-то такое вкусное. Он увидел, поманил мне пальцем, но входить-то нельзя в поощрение немецкое. Я смотрю, дверка открыта, и рука старческая мне дает кусочек петерброда. Для меня это счастье и знак сочувствия я стану врага. Я даже вот так себе последую, в последующего года такой символ, рука узника, рука я стану врага делать навстречу друг друга как бы, символ того какая несправедливость в мире происходит. И потом я ушел вниз сразу рефлекс отработаться, и в каждый день перерыв я проходил на его окошко, и он мне кусочек добавил там на два-три укуса. Но это мне осталось как самая светлая память в пребывании Германии, как самое вот проявление человеческого внимания, в сочувствии. И вот здесь был клуб, значит, вот здесь вот был клуб, и в этот клуб вот именно про смотр кинофильм с победами реляциями немецких войск. Здесь калитка была? Или здесь, в общем, или здесь, или вот так? Здесь не было столько дома. Ну, крыльцо, крыльцо там точно было, крыльцо там точно было, крыльцо там точно было, да? Вот, 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 вот этот саранчик стоял, а там крыльчатник был за крыльчатник, который я посыпал. Вот сейчас все, что-то разноценно. Взву, и подешли. 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 Взву. 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 Взву, и подешли. Взву, и подешли. Соранка мне прыгнала, попробовал содержать галлудная лыза. Но я не хотел униваться, показав, что я с свиневшего котла Ходсел, голодный ел, и я гордо отказывался, потом шёл и впрочем, что отказывался. А на волшопе тебя тут. И долго вы здесь живёте? Тридцать лет. Мюнгер был тогда жив. У него была, вот такая жена. Жена господина Мюллера была вот такой маленькой, а сам он метр девяносто шесть Мой отец тоже был освобожден, он был в англичане в плену А мой отец был в плену у русских А это воспринимаешься как беседа? Честно, так я хорошо говорю, в самом пятом году То есть мог объясняться в России? Конечно, мы ждем в конце Я могу, если я не знаю, но один тоже Я считаю, что именно подобные частные визиты помогают понять, сколько страданий пришлось пережить здесь В Германии Остербайтером, находившимся на принудительных работах Наши дети, наши ученики не осознают это И благодаря этим встречам, и это очень важно, прошлое оживает И это будет способствовать тому, чтобы подобное неуважение к человеку больше не повторилось И там был такой вот, и вернее, был Германии И там был такой вот, и вернее, был Германии 20 лет назад 20 лет назад мы подумали о том, что станет возможным такой диалог между Германией и Белоруссией Что наши позиции во многом совпадут Хотя я сейчас как бы отношусь к другой стороне Но ведь для немцев война не пошла бессмертно Мой отец и три его брата, то есть четверо, все погибли на войне Мы потеряли родину Я родился в Силезии Я, конечно, рассказывал о войне и моим пятерым детям И сейчас рассказываю Но теперь делать это труднее Например, с внуками дистанция увеличилась Приходится напрягаться, общаясь с ними Потому что они считают невозможным, что однажды была война Я сам очень много пережил И сам буду много делать, чтобы подобное предотвратить Можете мне поверить Пошла! Приди! А вы как золото на бой! И вот, все закончилось Это закончилось в апреле 45-го года Нас освободили американские союзники Но радость наша продолжалась недолго В мае того же года я оказалась в фильтрационном лагере Мы жили под охраной советских солдат И там же начался новый ужас Последовали жестокие и унизительные допросы Всевозможные оскорбления Им не было числа Поскольку я работала в Германии на военном заводе Мне запретили вернуться в Киев Где жили мои родители В Германии на военном заводе Помню Пали, поцеловали землю И пошли к детям Ну, все-таки Нас вывнали от этого Нас вывнали С треском И сказали, что мы не приходили даже И не разрушали детей Что мы же уже плохие Со мной под ног все время ходили Все время ходили Все время ходили Чуть столько касается Окупации Молдавы Окупации в Терезу Германии Нас оставили Просто Нас Отрезали Вот этой среды Вот эта кипла Вот эта радость И она Вот эта Не исполнена Детская кипла Радость Она останется На всю жизнь Она ничем Ее нельзя укрутить Это слово Они не чисто русские И не чисто белорусские Они человеческие Проблемы Это война И не только война Это рабство Это Власть над другим человеком Это Ненависть Это Страх Это И на этом момент Даже наш мальчик Скрипач Например Его дедушка Оказывается Тоже был Очень высоким ССовским генералом Он Уграл В Боливию И вот Наш скрипач Нечаянно тоже Вдруг вспомнил Что у него Бабушка фотография Этого ССовца была И он пришел в этот театр И сказал Я за то что мой дедушка сделал Теперь я отвечаю То есть Гонда стоит И играет на этой скрипке Или например Когда с другой стороны Штерики здесь были И увидели какие дети здесь Какие Как они Сегодняшний интернациональный Берлин В 17 национальности Сегодня Поет концерт мира И играет этот спектакль Для того чтобы это Никогда не повторилось И надо Видеть в лице этих стрельков Что они говорят Вы опять нам возвращаете Нашу украинскую честь И нашу надежду Мы можем Сейчас умирать счастливы Видеть какая молодежь растет Все Как говорится И упрещается И все Дальше не забывается Так даже И Бог велит Что надо Прещать людям Которые тебе сделали плохо И забываться И жить имели И дружить И дружить Мород Кузнецов Попал как бандюшку союзников И был тяжело ранен За несколько дней до планы А вернулся в Минск И 3 сентября 1945 года Случайно встретил родителей По постановленным дневникам Написал книгу о своей судьбе И судьбах своих друзей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Комиссаров БССР Из Белоруссии в Германию За время Великой Отечественной войны Было угнано 399 374 человека Из них детей моложе 16 лет 33 244 человека С конца 1944 года До 23 июля 1945 года В проверочно-фильтрационные пункты На территории БССР Поступило 232 628 репатриантов Из них 215 628 человек Отправлено на родину 8784 военкоматы 7456 в спецлагеря НКВД Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok